Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы рады с вами встретиться в очередной раз. Сегодня у нас 71-я по счёту передачи в рамках авторской моей программы «Конституция. Мы». И сегодня мы пригласили в нашу студию ректора Северо-Восточного федерального университета, доктора биологических наук, действительного члена Академии наук Республики Саха-Якутия, Анатолия Николаевича Николаева. И тема сегодняшней передачи обозначена как «Северо-Восточный федеральный университет. Территория активной реализации концерных прав граждан и развития общественных инициатив». Добрый день, уважаемый Анатолий Николаевич. Здравствуйте, Александр Николаевич, уважаемые зрители. Я в первую очередь хотел бы вас поздравить с тем, что у нас завершились масштабные выборы главы государства, которые увенчались такой беспрецедентной, наверное, по поддержке победы Владимира Владимировича Путина. Мы преодолели все максимумы по активности избирателей. Вот хотелось бы вас спросить, прежде всего, как руководителя крупнейшего учебного заведения нашей страны, Федерального университета. Ваша оценка, в чем вы видите вот такой феномен высокой активности и такой активной поддержки нашего президента? Ну, в целом, это большая поддержка народа, народа России. Все-таки ситуация вокруг нашей страны достаточно сложная, да, и мы все уже, наверное, изнутри народа России, да, ну, многонациональный народ России, да, всегда консолидировался в сложные моменты, да, это были в истории нашей страны было достаточно много сложных моментов, да, и всегда была очень большая консолидация народа, да, и это и победа в Великой Отечественной войне, да, и до этого были моменты, и сейчас тоже мы консолидировались, да, и, конечно же, тут еще самое главное сыграла очень большая роль Владимира Ивановича Путина, нашего президента, как действительно национального лидера. Все-таки вот его обращение к Федеральному собранию, да, это, по сути, это были планы на будущее, да, до 30-го года он полностью сказал, да, и самое главное вот это вот его обращение дошло до сердца каждого, видимо, жителя, потому что там очень много было обращений социального направления, экономического направления, и тут хочется сказать, да, что и для конкретно нашего университета, для вашей системы образования, это было тоже очень много там было занято, это создание непрерывной системы подготовки кадров, начиная от детских садов, заканчивая колледжами, заканчивая вузами, да, и все это должно быть связано с нашими партнерами, да, и тут мы очень обрадовались, когда вместо 17, 25 кампусов будет 40 кампусов, да, вместо вот то, что там наш лидер сказал, что нужно уже заниматься действительностью шестого класса, вместе с компаниями, да, ну и дальше же, конечно, по социальным стройкам, по многим вот этим моментам, и, конечно, народ поверил, потому что в течение последних нескольких лет, ну, десятков лет, да, идут реализаторы национальных проектов, да, и сколько у нас мощных больниц открыто, да, буквально за несколько лет открыто, перинатальный центр в городе Якутске, да, вот в прошлом году кардиологический центр открылся, совсем недавно онкологический центр открылся, да, и, конечно, Якутия не могла не поддержать, когда уже начали строительство нашего Ленского моста, вот там бесплатная газификация, вплоть до участков, никогда такого не было, да, и тут, конечно, мощное государство всё это вот делает, и, конечно, поддержка наших людей, которые расставят наш интерес в зоне специальной военной операции, да, социальная помощь и так далее, и всё это реально делается, не просто там перед выбором, кто-то там что-то обещал, а народ же видит, что там всё это реально идёт, и сейчас, кроме вот этого лидера, народ не видит другого человека, который бы имел такой колоссальный вес не только в стране, но и в мире, да, и вот это вот всё сыграло насчёт того, что буквально, наверное, никто не ожидал, что такой высокий процент будет, да, более 87, почти 88 процентов поддержки нашего лидера, это даже западные наши недоброжелатели, наверное, не ожидали вот такой большой поддержки, и при том при этом была очень большая рекордная явка людей, даже не только в нашей стране, да, но мы же видели по телевизору сколько, более 200 или почти 300 тысяч граждан России за рубежом, просто в километровую очередь, чтобы там буквально не три дня голосования было, а один день голосования, они приезжали из совсем других городов, чтобы дать голос для нашего лидера, это, конечно, большая консолидация общества была. Вот таким я вижу вот прошедшие вот выборы, которые мы всем этими выборами жили, и, конечно же, по Якутии тоже очень большая консолидация была. Конечно же, вот вы правильно подметили, вот 29 февраля этого года послание президента, оно было особым и под длительностью рекордным, 2 часа 6 минут, ну и абсолютно накануне выборов глава государства встретился с лидером нашей республики, Айсен Сергеевичем Николаевым. Вы правильно говорите, что и в республике происходит много позитивных изменений, это и строительство Ленского моста, да, это и утверждение мастер-планов крупнейших городов, Якутск, Канерингре и так далее. Ну и то, что касается, конечно, системы высшего образования. Я хотел бы отметить, что вот ваше ректорство, период вашего ректорства, по-моему, уже 5 лет, да, проходил вот наиболее таких трудных, особо трудных условиях. Это и пандемия, и переход к новой системе образования. При этом вот позитивные изменения, они налицо, это мы видим и в рейтинге университета. Вот как вы смогли всего это достичь, как бы вы охарактеризовали вот эту работу? Ну, прямо, я скажу, что прямо мне вот такое трудное время досталось, да, конечно, у каждого ректора было свое время, да, и у каждого ректора были свои вызовы, например, у Василия Васильевича и Филиппова, да, вот, начало 90-х годов, ну, дай бог, каждому не пожелаешь, да, вот, чтобы там в такой момент быть руководителем Якутского госуниверситета, да, конечно, при очень большой поддержке нашего первого президента Михаила Фимовича, да, были в такой трудный момент были построены очень много объектов, да, и, конечно, дальше, когда после вот этого Антона Николаевича Алексеев, тоже у него тоже непростые времена были, да, это начало 2000-х, конец 90-х, начало 2000-х, там тоже было очень много вот таких моментов, да, вроде бы и мы начали развивать, но в тот же момент это время вот такого с лагом, чуть-чуть инертное влияние 90-х годов, тоже не очень сладко было и по финансированию, и так далее, да. Конечно, у Евгении Саевны это становление, перевращение Якутского госуниверситета в федеральный университет, проведена колоссальная работа, да, потому что это был достаточно большой вызов, да, из регионального вуза сделать вуз федерального уровня, тоже создание многих-многих лабораторий и так далее, да, но мне тоже достались непростые времена, да, буквально через 7-8 месяцев наступила пандемия, да, это, никто этого не ожидал, да, и, конечно, борьба с пандемией, это было не прямое обязательство ректора, да, но мне приходилось и заниматься и больными, да, потому что у нас есть своя клиника, поликлиника, тысячи, десятки тысяч спасенных жизней вот сотрудникам нашей поликлиники, да, мы буквально работали как полноценная больница, каждый день по 500-600 вот анализов бесплатно для республики делали, да, буквально все студенты находились на дистанции, при том, при этом мы должны были не снижать качество обучения, да, и, но, с другой стороны, мы в этих реалиях научились работать со всеми другими технологиями, методами и в онлайн-режиме, гибридными методами и так далее, и так далее, но были и потери, потери среди профессоров, для нас это, конечно, потерять профессора, который лидер в каком-то направлении, это очень большой удар для системы образования, да, нам приходилось вот находить других людей, чтобы вот это вот направление закрывали и так далее, ну и, конечно же, после того, как мы пандемию победили, уже началась другая работа, мы одним из первых в онлайн-режиме провели, прошли аккредитацию всех образовательных программ, это достаточно большой труд, тоже был проведен всем коллективам, потому что если что-то там было недостаточно, то мы могли получить много замечаний и так далее, это потому что все взаимосвязи находятся, да, но мы ни одного замечания не получили, это вообще уникальный случай, когда аккредитация еще в онлайн-режиме, проходишь без единого замечания, это, я считаю, большая победа большого коллектива, ну и дальше, ну, текущие дела, да, ну и, конечно, с 22-го года уже мы в других реалиях живем, да, и, конечно, тут и некоторые ограничения по образовательной части, по научной части и так далее, да, это не только поддержка, да, вот по специальной военной операции и так далее, да, но сейчас уже мы начали переходить на другую систему обучения, более ориентированную на национальную систему, да, если раньше мы работали в рамках многих стандартов, которые были подточены под западные стандарты, это как баллонская система, это как бакалавриат, магистратура, хотя они есть, но внутреннее содержание там уже совсем другое, да, мы уже максимально работаем с компаниями, да, и, конечно, конституционное право каждого человека на труд, на образование, конечно, это обязательно, да, и мы не должны ограничивать, да, и полностью соответствовать всем требованиям, которые нам представляет наша конституция, да, и право каждого на труд, на самый главный труд, который его удовлетворял, да, и который определял его будущее, вот это вот самая главная задача любого университета, ну, наш университет не исключение. Ну, безусловно, делает вам честь, вы вспомнили про работу предыдущих ректоров, начиная с Василия Васильевича Филиппова, действительно, в непростые 90-е годы, когда и с финансированием были проблемы, когда и не было системности в подходах, получается, вот сегодня университет продолжает те традиции, еще заложенные первым ректором, Авсентием Егоровичем Мординовым, да, и, конечно, прияда ректоров, это все яркие люди, ну, и сегодня, конечно, студенты, обучаясь в Северо-Восточном федеральном университете, это и в количественном соотношении, и по числу факультетов, институтов, но несоразмерно, конечно, с началом, и вы упомянули о том, что используются новые технологии, я вот как профессор хотел бы подтвердить то, что мы научились работать с новыми информационными технологиями, проводить занятия в онлайн-режиме, это, конечно, как говорится, нет худа без добра, да, вот с этой точки зрения, вот в университете, насколько вот технологически идет развитие, что произошло вот за годы Вашего ректорства для укрепления вот базы, для того, чтобы новые технологии работали активнее. Ну, конечно, это, с одной стороны, просто закупка техники ничему хорошему не приведет, это просто техника, которая куплена, и на которой никто не умеет работать, это просто бесполезная трата денежных средств было бы, да, поэтому мы подходим к любому процессу комплексно, да, мы должны знать, кто на нем будет работать, как будет работать, для каких целей, под что мы это делаем, да, и только вот комплексный подход и определяет изменение нашей работы в той или иной системе. И в этом плане для того, чтобы работать и в онлайн-режиме и так далее, мы уже потихоньку начали покупать специальные программы, которые позволяют нам делать онлайн-курсы. Сейчас у нас уже более 11-12 вот таких систем, так называемых гибридного обучения, акт-труд, да, который позволяет и в режиме реального времени обучать студента с любой точки мира, да, который позволяет возвращать такие лекции, даже находить именно куски, именно по тому разделу внутри одной лекции, да, чтобы не смотреть там все полтора часа видео, да, а просто по поиску можно, ну, такие возможности мы даже имеем, да. Ну, кроме образовательной системы, конечно, у нас и другие процессы заферизированы, да, у нас документооборот, мы, ну, полностью не скажу, но почти полностью у нас ведется в системе директом, да, и сейчас все согласования и так далее идут через электронные форматы, да. Далее внутри, мне бы хотелось, чтобы в ближайшем будущем у нас и управление университетом было достаточно эффективным, да, и я очень надеюсь на то, что мы на те подходы вот искусственного интеллекта, потому что в дикторе прошлого года мы со Сбером и с правительствами в Сукулицаха Якутия, Асен Сергеевич и Креш приезжал, это Герман Оскарович, вот, подписали тройственное соглашение, да, о том, чтобы взаимодействовать с системой искусственного интеллекта, да, и я надеюсь, вот какие-то процессы можно будет оптимизировать, да, потому что сидеть просто рассчитывать одно, ну, а когда вот на основе искусственного интеллекта интеллект предлагает наиболее оптимальный вариант работы в той или иной, того или иного раздела или там отдела нашего управления нашего университета, это, конечно же, упростит много-много таких моментов. Ну и, конечно, сейчас в рамках приоритета мы уже второй-третий год поддерживаем подготовку одной программы как один для студента, в этом году надеемся закончить, да, и это упростит взаимодействие со студентами, потому что студент тоже, несмотря на то, что он учится, да, но все равно студенты требуют тоже обратной связи в виде сбора определенных документов, справок, обращений нам от помощи, других справок, еще заявок, подача на гранты и так далее, да, и вот эти процессы тоже можно оптимизировать, да, и в этом году мы закончим, и буквально системе, через мобильные системы наши студенты будут вот такие моменты упрощать. Всего 57 вот таких процессов мы исследовали, да, которые студент делает, да, из них где-то 35-36 можно оптоматизировать, вот эту систему мы будем вводить, и это намного упростит работы и деканатов, и упростит и убыстрит работы вместе с нашими студентами. Это, конечно, я считаю, колоссальный труд, но мы должны быть современным университетом, да, и постоянно вот развивать свои процессы. Ну, действительно, это очень большая, серьезная, многоплановая работа, от которой действительно будут результаты конкретные. Я бы хотел, пользуясь случаем, поблагодарить вас вот за 350-ю аудиторию в главном учебном корпусе, который носит имя основателя высшего юридического образования, профессора Федорова Михаила Михайловича. Ну, все там, так сказать, все условия есть, и я думаю, что и для студентов полезно, и помимо того, что мы там образовательную программу ведем, и определенная работа ведется, и во внеучебное время мы там проводим заседание студенческой дискуссионной площадки и так далее. Вот, когда студенты других вузов, СУЗов приходят к нам, видят, насколько все это упаковано, это действительно дорогого стоит. Ну, и, конечно, вот искусственный интеллект – это та проблема, наверное, на которую и глава государства обращает внимание, и наш глава республики. Вот по искусственному интеллекту, вот одним словом, это есть хорошо или чего-то надо опасаться? Ну, это такой, пока на данный момент такой философский вопрос, да? И хочется подцитировать Герман Оскарович, когда вот он был на «Ленина-1», тоже там технопарк тоже смотрел, да, он говорит, искусственный интеллект очень много, большой массива за очень короткое время может как-то вот проанализировать и выдать хороший результат. Но иногда такую чушь может сделать, да, такую глупость, да, и поэтому вот тоже есть вот такая грань того, что очень сложный процесс может нам упростить нашу жизнь, но в той же мере, вот как мы его научим, так и будут оценивать. Да, и буквально на той неделе я смотрел передачу с Ковальчуком, да, вот Курчатовский, президент Курчатского института, да, он сказал, что искусственный интеллект, который вот западный был, да, вот ему задали вопрос, кто победил, который, ну, победил Германию, да, и искусственный интеллект дал ответ, что победила Америка. Ну, если бы, конечно, на нашей базе было бы сделано, то, конечно же, основную победу мы сделали, да, но вот поэтому тут, смотря вот как искусственный интеллект научишь, так и будет он думать. Ну, это как маленький ребёнок, как его научишь. Входить. Да, входить, те знания он и будет анализировать, да, поэтому тут, конечно, мы должны, конечно, контролировать, да, и я надеюсь, что это будет достаточно большая помощь в упрощении многих процессов, но для этого мы должны очень корректно туда влаживать информацию, да, для того, чтобы вот наиболее максимально, верно, правильно нам выдавал вот эти вот теленные свои ответы. Ну, конечно, как говорится, тут медаль имеет две оборотные стороны, да. Конечно. С одной стороны, это, безусловно, достижение, которым нужно пользоваться, которым уже даже наши студенты уже активно пользуются. С другой стороны, как вы сказали, насколько вот информация, та, которая туда запичкана, она объективна, да. Вопрос в этом, чтобы не было политизации во всём и вся, и не зря, наверное, президент Российской Федерации призывает нас к тому, чтобы обеспечивать технологический суверенитет России, работать очень чётко по импортозамещению. Вот эти все вопросы, конечно же, требуют больших усилий, и мы видим, что в университете в этом направлении проводится большая работа. Есть у нас отдельный проектор по инновациям, и большая команда работает. Ну, я думаю, что мы эту нашу беседу в этой части ещё продолжим, потому что нам нужно прерваться на рекламную паузу, и после этого встретимся с нашими телезрителями и радиослушателями. Будьте с нами. Ещё раз добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу. Северо-Восточный федеральный университет. Территория активной реализации концовных прав граждан и общественной активности. У нас в студии ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаевич Николаев. Ну, прежде чем продолжить разговор, я хотел бы отметить, что нам в ведении этой передачи помогают режиссёры. Это Ольга Степанова и Мария Сунхалырова. Им большое спасибо. Ну, продолжая наш разговор, как вы отметили, вот начиная с 2022 года мы живём в совершенно новых реалиях, что требует от нас единства усилий, усиления патриотического, духовно-нравственного воспитания для того, чтобы мы могли в этом направлении достичь успехов. Что делается в университете в этом направлении? Ну, конечно же, уже с 2022 года мы уже достаточно плотно работаем. Это, конечно же, работа в поддержку наших воинам. И, конечно же, есть сотрудники, которые у нас там находятся. И в этом плане, конечно же, мы как университет, как большой университет, как большой коллектив тоже делаем сборы средств для того, чтобы помочь. Это достаточно вот такая... Ну, работа не скажу, это просто исходит из сердца, да, потому что мы каждый раз, каждый месяц не собираем, но мы вот по определённым моментам, когда есть необходимость, мы делаем большой призыв. И я очень благодаря нашим сотрудникам, которые вот однодневную зарплату, кто сколько может иногда, да, дают, мы где-то уже 5,5 миллиона рублей собрали. Ну, для одной организации это, я считаю, достаточно, да. Мы создали определённый счёт, да, счёт по профкоме нашим сотрудникам, да, и делаем точечную помощь, да. И, получается, люди, которые там находятся, да, особенно вот наши сотрудники, да, когда приезжают в отпуск, и так далее, и говорят, что, конечно, что необходимо, там, тепловизоры обязательно, да, иногда квадрокоптеры, оборудование некоторое там и так далее, да, но особенно важно было в первую очередь покупать тепловизоры, потому что там вечером сплошная тьма, да, и, конечно, если ты никого не видишь, это жизнь человека, да, и, конечно, наши понимают вот в этом, да, то, что это необходимо. Кроме этого, мы делаем такую адресную помощь семьям наших сотрудников, которые там находятся, да, и, конечно, когда перед Новым годом мы детям, сотрудникам, детям подарки, сотрудникам, ну, семьям наших сотрудников, там, полмешка рыбы, полмешка мяса и так далее, когда даёшь, и когда человек просто, который находится там, чувствует поддержку родного университета, да, его семьи, то, что его семья не брошена и так далее, это очень большая такая моральная тоже поддержка, да, и, конечно, хотел бы отметить, что у нас там находятся и наши студенты, да, у нас ищут, обучаются студенты, да, и сейчас буквально, если взять, да, то у нас где-то 55 студентов, это участники СОУ, сейчас находятся там, а сейчас ищут, обучаются, да, некоторые учатся у них, конечно, заочники, да, есть ученики, к сожалению, вот один очень-заочник был, призван, потом подписал контракт, да, вот, в 22-м году умер, да, ну, не очень студент, потому что ученики, там 9 студентов были, они просто-напросто брали академического отпуска и просто как добровольцы 9 человек там, да, остальные, вот, ученик-заочник, заочники там и так далее тоже там находятся. Ну, и кроме этого, есть большая поддержка, ну, при поддержке нашего федерального министерства, да, это при поступлении, очень большая, там не менее 10%, это специальная квота для участников СОУ. У нас более 170 детей участников СОУ, сейчас обучают, каждого держат на контроле, да, и потом, вот, ребёнок участника СОУ или там участник, у нас в жизни живёт бесплатно, мы за проживание тоже не берём, это тоже определённая помощь и так далее. Ну, и, конечно, много вот таких моментов по патриотическому воспитанию молодёжи, участию в мероприятиях и так далее. Ну, это большая комплексная вот такая работа, да, мы вот это должны делать, да. И, конечно, сейчас вообще по всем ВУЗам, сейчас с осени уже вводится новый предмет, основа российской государственности, да, это по всем ВУЗам, да, и очень рад тому, что наш университет стал одним из вот таких участников создания вот этого большого предмета, да, мы составляли оригинальное содержание вот этого большого предмета, да, получается, там Бальтийский федеральный, это западную часть специфику написал, да, Кавказский федеральный написал, вот, Южную Кавказскую специфику, а всю остальную часть специфику оригинальной написали наши сотрудники. То есть это очень большая ответственность, да, сейчас, конечно, мы вот это вот даем, там не просто там знание истории, знание Конституции, знание государственной истории, это вот очень большой такой комплексный предмет, который обучают именно в первом семестре для первого курса. Это вход вот именно в такую сферу. Ну и как любой университет, мы занимаемся не только образовательной деятельностью, не только вот наукой, да, вот мы вот остановились на техноистском суверенитете, да, но большую лепту университеты делают над воспитанием человека, потому что не только там потребность, вообще воспитание личности, это и входит самое трудное, наверное, воспитание личности. Знания можно дать, наукой можно научиться заниматься и так далее, да, но воспитать человека, внутреннее содержание человека, вот это вот высший пилотаж, да, чтобы доверить вот этим молодым людям, в ближайшем будущем доверить это развитие страны, мы же должны сейчас к ним влаживаться, да, для того, чтобы потом, смотря на свои достижения, да, на своих учеников уже довериться полностью на развитие вот нашей большой страны и нашей республики. Вот это вот самая главная задача. Вот насчет военного учебного центра можете пару слов сказать? Да, ну, военно-учебный центр мы начали с подачи Ассен Сергеевича, Ассен Сергеевич написал министру Фолькову и Сергею Кушуга, это еще в шейгу, да, министерство обороны, да, для того, чтобы в Якутске был создан военно-учебный центр. И в 2021 году в ноябре была коллегия министерства обороны, да, и я как ректор туда ездил на защиту, ну, создание военно-учебного центра, да, и в количестве восьми вузов мы проходили в коллегии, там сам Сергей Кушугаевич вот лично всех вот проверял, проходил, там за руку здоровался и спросил, он сказал, вы знаете, что я почетный гражданин Диакутии? Я говорю, да-да, знаю, Сергей Кушугаевич, да. Ну, вот тогда вот такая история была, да, и, конечно, вот получили поддержку, и с 22-го года у нас уже военно-учебный центр работает, да, и в этом плане сейчас мы уже вышли на плато, уже более 200 курсантов обучается, да, требования достаточно высокие, да, там для того, чтобы стать курсантом военно-учебного центра, в первую очередь нужно учиться на хорошо-отлично, потом пройти медкомиссию в военкомате, потом пройти физпанготовку и так далее, только после этого можешь быть зачислен, да, но обучение два года, да, и вместе с дипломом в высшем образовании человек получает уже военный билет, военную учебную специальность, то есть как будто вот этот человек уже прошел армию. Ну, армия это же такая школа, где, когда вот после армии мы же получаем военную учебную специальность на тот или иной тип войск, да, а у нас вот сержанты, командир отделения, да, и стрелки, но при хорошей работе мы хотим выйти и на подготовку офицеров запаса, да, история действительно у нас достаточно большая, да, военная кафедра у нас была закрыта, наверное, в 2008 году, когда многие военные кафедры закрылись, да, за период работы в Якурском госуниверситете, более 11 тысяч офицеров запаса подготовил наш университет, то есть история хорошая, да, и база хорошая, действительно, и сотрудники хорошие, прямо на базе, где вот она военная кафедра была, мы и открыли военную учебную центру. Да, под руководством ветерана Великой Отечественной войны Токарева. Да, 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 и вот как раз отметили столетие, вот, да, недавно мы тоже, да, и поэтому история очень большая. Хорошо. Ну, безусловно, против России приняты беспрецедентные по масштабам международные санкции, вот вы упомянули, и мы говорили про ту задачу, которую обозначил президент страны по обеспечению технологического суверенитета, по импортозамещению. В этом году мы отметили 300-летие Российской Академии наук, вы являетесь действительным членом Академии наук Якутии. Вот как вы считаете, насколько вот сегодня научные изыскания соответствуют духу времени, как бы вы могли охарактеризовать развитие науки у нас? Ну, сейчас хочу сказать, в принципе, потенциал, научный потенциал вообще во всех вузах, во всех академических институтах действительно очень большой. Да, и особенно последние годы правительство Российской Федерации, да, в лице Министерства Академии наук, в лице больших грантов, комплексных исследований, да, и тем более у нас и Республика тоже отдельно поддерживает, да, у нас же имеют и комплексные исследования, да, и Республика тоже финансирует это на количество миллионов рублей, за это тоже очень благодарны, да. Но это в комплексе всё вкладывается именно в научный потенциал вузов, институтов, да. Конечно, каждый вуз, каждый институт имеет свою специфику, да, и в этом плане, конечно же, Северо-Восточный Федеральный Университет на территории Якутска, Якутия действительно имеет очень большой потенциал. Мы, как Калаштический университет, работаем в различных сферах, да, это и полностью технические направления, это новые материалы, которые сейчас признаны, да, и буквально мы были в топе новостей и Министерства науки высшего образования, да, и когда там прям писали, что резина, которая создана нашего университета, поддерживает минус 60 градусов, и такой резины в мире нет, да, и когда следующая новость тоже, что мы установили вот некоторые вот втулки, да, на вездеходы, которые до Ватская, до этого была гарантирована ездила 4,5 тысячи километров по бездорожью и так далее, по всяким разным экстремальным температурам, наша резиденция проездила 8,5 и еще не сломалась, но это тоже уникальный результат, да, мы еще работаем по нефтегазовой части, да, по строительству в экстремальных условиях, это тоже определенная часть, да, мы буквально недавно тут же открыли центр имени Васильевича Филипова, да, который вот будем готовить цветы лесов, строителей совсем другого формата, который умеет работать в бинтехнологиях, среды моделирования и так далее, и так далее, да, далее мы очень хорошие достижения и в медицине, и в генетике, и в клинических технологиях, ну и очень рад тому, что у нас и гуманитарное направление сейчас достаточно гармонично развивается, да, и в комплексе с цифровыми возможностями, да, мы работаем в направлении сохранения уникальных языков, это тоже в топе новостей и федерального министерства тоже было, да, в ТАСС и так далее, да, и, конечно, сейчас университет стал достаточно узнаваемым, и не считая вот не в ущерб местным средствам массовой информации, да, мы просто посчитали, что за прошлый год о нашем университете было статьи всяких, как на передаче и так далее, 950, почти 950 различных только федеральных СМИ, то есть каждый день по 2-3 упоминания о нашем университете федеральных средствам массовой информации, это вообще действительно очень высокий пилотаж, и по рейтингу, там тоже отдельный мониторинг ведет, наши минообразные науки, да, федеральные, там 237 вузов мониторятся, мы на 20-м месте, то есть, получается, мы действительно стали на очень хорошие правильные рельсы, да, и мы действительно очень сильные стали, да, и в этом направлении по техническому направлению мы, конечно же, очень много работали. Ну, Северо-Восточный федеральный университет – это особая территория, да, вот как мы обозначили в теме, это территория реализации консольных прав граждан, проводится множество общественно значимых мероприятий. Вот что дает результат, вот, та поддержка, которую вы оказываете, и общественные инициативы снизу, вот, как это коррелируется? Ну, тут, я бы сказал, да, тут нужно зажечь сотрудников, зажечь молодых людей, студентов и так далее, да, той энергетикой, да, той поддержкой, которая позволяет им творить, креативить сейчас модное слово, да, для того, чтобы вот то, что вот идея не затухала на начале, да, а если вот эти идеи еще дальше раздуть, да, то может возникнуть очень хороший-хороший проект. И в этом плане наша задача, да, зажигать молодых людей, студентов. Мы же даже сейчас уже начали копать в школьниках, да, для того, чтобы оттуда уже вытаскивать, да, интересных людей, потом через наш университет выводить на очень большие дороги, научные дороги или, да, другие дороги. И это, конечно же, наша Конституция позволяет вот это вот дело, потому что право каждого и на труд, и на творчество, да, и на образование и так далее, все там записано, да, и, конечно же, вот 80-я статья, да, вот о нашей президенте, 81-я статья, по-моему, да, о выборах президента тоже. Мы сейчас совсем недавно тоже осуществили свое конституционное, вот это вот, свое право, да, выбрав нашего лидера на очередной срок, чтобы он руководил нашей страной. Да, это вы правильно подметили. Если вернуться к выборам, вот как вы оцениваете активность студентов, насколько они активно участвовали, значит, в такой информационной части, агитационной работе, и вообще какие результаты вообще в университетских участковых избирательных комиссиях? Ну, тут я хотел встретиться со студентами, да, в плане того, поговорить насчет развития университета и так далее, и так далее, да, но управление студентским разведением сказало, давайте мы сами, у нас активные студенты, мы сами поговорим, но все равно про развитие университета я поговорю. Все равно же идет агитационная работа и так далее, да, и, конечно, когда студенты разговаривают со студентами, больше доходят, да, поэтому вы помните, я встречался с нашими сотрудниками, да, и в течение месяца это я отчитывался за пять лет, почти пять лет своей работы, да, очень глубокий анализ каждого подразделения было сделано, да, ну, агитировано, но было понятно, что сотрудники понимают, какие изменения, какие позитивные изменения идут, да, и это все вложилось именно в те результаты, которые мы, я потом видел, мы вообще там в команды ахнули, когда увидели результаты, да, приход на участки, мы никогда такого не ожидали, да, например, культурный центр, там, где в основном приходят сотрудники и студенты, там приходят где-то 98 процентов почти, да, и поддержка нашего президента 96 процентов, ну, не знаю, ну, до не Кавказа, но для Якутии это действительно очень высокий процент, да, в целом, вот у нас четыре участка, которые мы постоянно смотрим, это КЦ, зал борьбы, КФН и КТФ, да, и в среднем у нас где-то почти 93 процента это поддержка нашего президента, и почти 92 процента это приход на участки. Ну, у нас остается ровно минута ваше пожелание в адрес с якутиан, которые сейчас... Ну, конечно, что можно пожелать, да, конечно, Айсен Сергеевич в многих своих выступлениях, когда у него спрашивают, какая ваша мечта, он говорит, что я хочу, чтобы в Якутии жили счастливые люди, да, а университет это та организация, которая готовит людей быть счастливыми, да, и мое пожелание, чтобы все вот эти вот планы нашего президента, да, планы Айсен Сергеевича и планы университета осуществлялись, да, и в этом плане, конечно, мы большим коллегами будем очень плотно работать. Спасибо, Анатолий Николаевич, но я со своей стороны тоже хочу вам пожелать дальнейших успехов в вашей ректорской деятельности, успехов в вашей сплоченной команде, и я думаю, что для Якутии вы делаете очень много, и всех с победой президента давайте поздравим всех якутиан, спасибо всем.